Здравствуйте! В эфире программа Азбука потребителя. С вами Мария Бодрова. С июля этого года изменилась процедура привлечения к ответственности за неуплату алиментов. Исключено понятие «злостная неуплата». Что будет и что было? Разберемся по буквам. В соответствии с введенным понятием административной приюдиции, должников-алименщиков будут наказывать в административном, а не в уголовном порядке. Санкции подразумевают обязательные работы до трех месяцев, административный арест от 10 до 15 суток и штраф 20 тысяч рублей. Если после отбытия наказания гражданин снова уклоняется от уплаты алиментов в течение двух месяцев, то тогда уже будут привлекать к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Законодатель в настоящее время определил, что прежде чем привлекать к уголовной ответственности по статье 157 Уголовного кодекса, гражданин должен быть подвергнут административному наказанию в соответствии со статьей 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях. Проект касается случаев, когда по решению суда или нотариально удостоверенному соглашению гражданин должен платить алименты, но нарушает эту обязанность без уважительных причин. Привлекать к административной ответственности планируется, если алименты не уплачиваются в течение двух месяцев, после того, как срок добровольного исполнения требований истек. Нарушителю по общему правилу будет грозить административный арест от 10 до 15 суток. И если административное наказание не возымело действие на должника, тогда он уже может быть привлечен к уголовной ответственности. С одной стороны, таким образом, законодатель, так скажем, улучшил положение должников, исключив первоначально сразу уголовную ответственность за неуплату алиментов. С другой стороны, в настоящее время не требуется предупреждать его об уголовной ответственности в случае, если он уже был привлечен к административной ответственности. Задолженность по алиментам может возникнуть по разным причинам. В жизни бывает разное. Понятно, что болезнь, потеря работы и переезд в другой город или страну не повод прекратить выплату средств на содержание своего ребенка. Поэтому, если возникает задолженность, должнику придется нести за это ответственность гражданскую оплату неустойки или административную штраф, арест имущества и банковских счетов, лишение водительских прав, запрет на выезд за границу. В случае, если должник, получив копию постановления о возбуждении исполнительного производства от судебного пристава исполнителя, не уплачивает в течение двух месяцев алименты, то судебный пристав исполнитель вправе составить протокол об административном правонарушении по статье 5.35.1 КАП России и направить его для рассмотрения в мировой суд. Судья по результатам рассмотрения протокола выносит постановление о назначении административного наказания. Когда постановление суда вступает в законную силу, то в течение потом одного года после исполнения административного наказания должник может быть подвергнут уголовному наказанию. Еще одно основание для освобождения от оплаты задолженности вина других лиц. Например, если алиментные платежи не перечислялись получателю по вине бухгалтера или банковского работника. Исполнительное производство по взысканию алиментов не было открыто по вине работника суда или судебного пристава. Виновные лица несут административную или уголовную ответственность за халатность, а платильщик алиментов, вины которого нет, освобождается от ответственности. Но чаще всего алименты не выплачивают из-за элементарной халатности самих родителей. Санкции за неуплату алиментов по статье 157 предусматривают исправительные работы, принудительные работы сроком до одного года, также арест до трех месяцев и лишение свободы до одного года. Раньше могли привлекать в случае неуплаты алиментов свыше четырех месяцев после сделанного судебным приставом-исполнителем предупреждение должнику об уголовной ответственности. Только в этом случае. За каждый день просрочки по оплате алиментов придется выплачивать неустойку 0,5% от суммы просроченного платежа. Еще 7% полагается выплатить судебным приставом исполнительный сбор. Если у платильщика нет ни работы, ни заработка, суд накладывает арест на имущество. Имущество реализуется из вырученной суммы, погашается задолженность по алиментам. В настоящее время порядок заскания алиментов в связи с принятием данных законов не изменился, а остался прежним. То есть в соответствии с статьей 81-го семейного кодекса по решению суда взыскиваются ежемесячно алименты в следующих размерах. То есть если один ребенок, то в размере 1,4, если двое детей, то в размере 1,3, 3 и более детей в размере половины заработной платы или иного дохода должника. Содержание своих несовершеннолетних детей – обязанность родителей. Если родители умышленно не выполняют эту обязанность, то есть не выплачивают алименты, суд может лишить их родительских прав. Еще больше полезной информации в наших следующих выпусках. До встречи в эфире и на официальном сайте телерадиокомпании «Губерния».